Манчегорцы Мы получили образование в Мурманске, отучились в городе Герои и вернулись в Манчегорск. Стали профессионалами в своем деле, самореализовались именно уже в Манчегорске. Именно с такими земляками мы хотели бы побеседовать в стенах нашей библиотеки. Ну а нашим первым гостем стал заслуженный учитель России, учитель года России, отличник образования Российской Федерации Коновалова Ольга Игоревна. Здравствуйте еще раз. Всегда вас рады видеть в нашей библиотеке. Ольга Игоревна, вот через вашу жизнь, наверное, прошло много городов. Но Манчегорск и Мурманск это такие все-таки два, не ошибусь, если скажу, основные города, с которым связано много в жизни. Как получилось так, что все-таки педагогика и Мурманск, и пединститут, это семейные традиции или вы поломали семейные традиции и сделали свое, свой выбор? Да. Семейных традиций педагогических нет. Есть такая направляющая линия родителей, которые напрямую связаны были с комбинатом. В силу того, что есть особые какие-то качества человеческие, которые в детстве начали проявляться, такие как организаторские способности, желание дискутировать, желание доказывать свое точное зрение, желание читать, желание организовывать какие-то игры среди сверстников. Потом очень большая такая увлеченность школой, в начальной школе особенно, потому что в детском саду мы не получали образование и воспитание дома с нянями, с бабушками. Да. Чувствовалось, что мне это нравится. Это мое. Я это любила. Второе – это условия нашего города, где, предположим, с некоторыми особенностями здоровья, в частности зрения, очень сложно было бы определиться с какой-то технической специальностью. Тем более особых склонностей к этому и не было. Поэтому, естественно, что была выбрана педагогика. Ну, а почему именно Мурманск еще в школе, когда я училась, как-то у меня всегда такое чувство было, и оно как-то укреплялось из года в год, особенно к старшим годам, что, в общем, я далеко не корифей. И оценка собственных умений, собственных знаний, она у меня не была высокая. Никогда. Мне всегда казалось, что мои одноклассники куда умнее меня, и начитаннее меня, и серьезнее меня. И я в этом отношении не скажу, чтобы была скромница. Нет. Но трезвую оценку себе давала. Поэтому выдержать конкурс, казалось мне, в Санкт-Петербурге, в Москве, наверное, я бы не сумела. Вот это, я не знаю, это плохо или хорошо, но это было. Второе. К тому времени уже брат у меня заканчивал техникум, ему предстояло распределение. Распределение было очень далекое. Это Братск. И мама с папой, естественно, оставались одни. И в силу того, что мама была не очень хороша здоровьем, а папа с утра до вечера на работе, потому что у него была ответственная очень должность. То есть, естественно, что мне надо было быть ближе. Ну и последнее, самое главное, пожалуй, третье. Я вообще не знала Мурманского. Я за время учебы в школе в Мурманске не была ни разу. И для меня, что это за город, даже и казалось, для меня это было ново совершенно. Я Питер знала прекрасно. В то время Ленинград. Я в Москву вдоль и поперек, и любила ее безумно. И сейчас люблю больше, чем Петербург. А в Мурманске я никогда не была. И поэтому, естественно, что для меня это было открытие. Какая разница, где, в принципе, учиться. Вот поэтому и Мурманск. А вот Мурманск, тех, когда вы поступили, и современный Мурманск. Вот нравится вам современный Мурманск? Что-то изменилось? Ну, и честно, абсолютно, я его никогда не любила. Вот первая причина, это опять влияние мамы. Она руководила хором, ансамблем у себя в цехе. Она была председателем цехкома, цеховой комитет, профсоюзный комитет в то время. И они организовали ансамбль «Песни и пляски». Она была старостой, этого ансамбля. И они несколько раз ездили. И в Заполярный, и в Никель с этим ансамблем. У них оркестр был прекрасный. Медликов Борис Николаевич вел этот ансамбль. Я, кстати, у него училась в музыке дома. Три года меня учил играть на пианино. Вот. И мама, приезжая оттуда, она все время говорила, ну что это за город такой? Ветер. Все время какая-то промозглость. И потом говорит, все в теме моряки, моряки, какой-то город-морячок. То есть вот не зная его, я уже была ориентирована на то, что это город-морячок. А у нас здесь все так компактно, все так это умно, все так организованно, все четко. А там вот этот ветродуй. Сотки? Да. И вот когда я приехала в конце августа, я даже заранее не ездила в июне туда, в конце августа я поехала, прямо подавала документы к поступлению. Действительно мне показалось, что очень холодно. Вот прямо дует такой вдоль проспекта Ленина. И последнее, что меня тоже очень удивило в Мурманске, в принципе-то кроме проспекта Ленина идти-то некуда. Двухэтажные дома вдоль по проспекту Ленина, выкрашенные деревянные, выкрашенные желтой краской, прямо по бревнам фасадным, хуже, чем в Ничегорске. Наши деревянные дома по Комсомольской, вот в районе парка и туда вот к Лумболке, они выглядели лучше, чем тут. Второе, ближе к заливу, вот сторона от Ленина, там улица Шмидт-то нынешняя, вот они все как-то мне казались, как-то расставлены, как-то совершенно непонятно, не было ни асфальтовых дорожек, ничего. Короче, вот проспект Ленина, мы по нему туда-сюда, туда-сюда, мимо этих желтых домов. Вот. А потом, вот когда шли вступительные экзамены, очень серьезные вступительные экзамены, я очень, там был шесть человек на место конкурс, и я понимала, что мне надо выложиться, и так далее. Конечно, никуда мы не ходили, нигде мы не были. Мы сидели... Нет, мы даже, спасибо, что в институте открылась столовая для абитуриентов, и мы могли там пообедать, а в общежитии у нас был буфет, мы могли поужинать, мы даже не готовились ничего. Вот из нашей школы у нас приехало четверо моих одноклассников. Когда мы поступили, были зачислены, мы решили на два дня остаться в Мочугу, в Морбанске, и, так сказать, посмотреть, отдохнуть. Да, Валентин Бабков, мой одноклассник, на филфак поступил, который сейчас возглавляет издательство «Санкт-Петербург-пресс» в Петербурге. Вот. Мы решили на два дня остаться. И вот тогда мы пошли в клуб моряков на танцы, чего я вообще никогда себе не позволял. Это был бы первый выход на танцы в жизни. И то меня девчонки уговорили. Я считала, что это распутство, что на танцах ничего хорошего нет. Ну, я так была воспитана. Школьные вечера, вот, свои компании, когда мы день рождения отмечаем. А здесь мы... И вот тут мне Мурманск, город-морячок, повернулся совсем другой стороной. И я своим подружкам нынешним рассказываю, иногда вот мы вспоминаем, делимся впечатлениями. Я говорю, знаете, меня потрясло то, как нас встречали. Это все-таки клуб моряков. У меня-то представления какие. А здесь встречают, в гардероб провожают, пальто снимают, в зал поднимают, показывают, где присесть. Ни одного танца, ни одна девушка не сидела. То есть это четко, организовано. Ребята, причем там не было офицеров. Мы не заметили никого. Там только с красными повязками дежурные ребята были и все. Не офицерские. Они, вот, если девушка, видно, что она сидит, или там никто не... Они просто подходят и приглашают, независимо ни от чего. Я была потрясена. Причем общение такое человеческое, не какое-то вульгарное хамство, а просто человеческое. Мы оттуда пришли с таким, знаете, с хорошим настроением. Я думаю, ну надо же, что-то не то о моряках вообще. Я думала, совсем не то. Вот, да. Потом, естественно, мы сходили в театр драматический, который прямо возле нашего общежития. Общежитие наше было новое в то время выстроено. Ему года два было. Там, где сейчас находится факультет иностранных языков. Я поняла, на коммуне. Да, на коммуне 9. Там легко в институт бежать по коммуне. Два шага, все очень удобно было, да. И мы посмотрели Островского леса, естественно. Я тоже избалованный московскими театрами, потому что я все каникулы всегда в Москве проводила зимние. Вот и петербургские венозины для Неда Киприянова возила зимой в Петербург. В театр мы ходили с классом. И я же чего-то ждала. Естественно, билеты самые дешевые, на самом верхнем ярусе, с кроечку. Я была потрясена. Уровень нисколько не ниже комиссаржерской, предположим, театра или театра Маяковского в Москве. И декорации, и сама постановка спектакля, режиссура. Я уж не говорю об актерах. То есть я опять вышла после театра и думала, вот это Мурманск. Ну, естественно, самое главное – это филармония. Для меня классическая музыка – это номер один, поэтому я туда. И я не помню сейчас, потому что очень часто ходила на концерты, что я слушала. В тот вечер я помню, что это был филармонический оркестр, без солистов. Вот, но впечатление было очень и очень достойное. Вот тогда я поняла, что я попадаю в город цивилизованный, и не просто, а город высокой культуры. Тем более, что в институте на общем собрании абитуриентов нам чётко было сказано, как мы себя должны вести. Мы должны представлять наш город, мы люди, которые получают высшее педагогическое образование. Всё это настолько солидное средство. Вот такое напутствие. Да. И потом в процессе учёбы, конечно, до 1972 года мы наблюдали, как Мурманск интенсивно развивается. Как архитектура города, я бы сказала, она начинает проявляться со своими особенностями. Вот эти террасы начинают выстраиваться, которых не было, когда мы поступали. Это улица Пнеповича, которая пошла уже туда наверх. Перед нашими окнами, прямо напротив нашего общежития, через проспект Ленина открывается театральный бульвар, который всё время был закрыт забором, очень глухим, и мы не знали, что там такое делается. Великолепное театральное кафе московского уровня, то есть живой музыкой, кофе, молодёжь, без выпивки. Потом юность кафе, которая открыла нам двери студентам. Мы там проводили свои вечера совместно с высшей малиходкой. Потом все эти деревянные дома с жёлтой краской начали исчезать. То есть я хочу как-то очень быстро сносить начали, понимаете. И там разбивались скверы, там никаких домов не строилось. Это скверы напротив Дворца культуры Кирова сегодняшнего. Не было ещё ни Меридиана, ни Арктики, но была старая Арктика. Это Ленинградская улица, ведущая кинотеатру Родина. Ну, естественно, кинотеатры. Меня поразили, что они двухзальные все. Что перед сеансом в фойе работает буфет, идут какие-то киножурналы или чьё-то выступление и так далее. Для меня Мурманск открылся не городом-морячком, а городом, где можно многому научиться, многое взять, расширить кругозор. Ну и потом, конечно, я познакомилась уже с писательской организацией Мурманской. Потом с актёрами драмтеатра. Нюхтина у нас вела выразительное чтение. Естественно, мы вошли каким-то образом в общение с этой труппой. Потом общение с ребятами из высшеморехотного училища у нас была традиция. Мы дружили группа на группу. Поэтому, естественно, что мы устраивали совместные какие-то праздники, совместные встречи. И вот я поняла, что Мурманск – это, конечно, то, что мне может дать нисколько не меньше, чем Москва или Петербург. Потому что у нас была возможность и встречаться с делегациями иностранных моряков, когда заходили корабли ради тренировки английский язык. Он тоже у нас очень жёстко шёл. Так что была возможность. Ну и плюс комсомолия. Я была заместником секретаря факультета, факультетского бюро, поэтому это ещё было очень так, закручено всё очень серьёзно. Вот поэтому спасибо Мурманску, что он на моих глазах, во-первых, преображался, а во-вторых, становился городом близким. Вот скажите, после такого аналога, поскольку я тоже там училась, нет, многое знакомо, все эти названия улицы и аллеи, и бульвары, всё это знакомо. Вот что бы вы посоветовали сейчас уже с высоты профессионального, так сказать, своих достижений человеческого, каких-то пожеланий, может быть, молодым специалистам, выпускникам, которые по разным причинам остались в городе, вернулись после того, как отучились? Ну, допустим, в городе имеется в виду. Ну, во-первых, что? Ну, наверное, входя в коллектив, в котором ты будешь работать, определяя этот коллектив, в котором ты будешь работать, первое, это, конечно, присматриваться, прислушиваться и учиться. Вот я считаю, что вот наш опыт, когда мы пришли в школы города, и у нас распределение было по всей области, включая Архангельскую область, это просто для меня счастливое случайное, что я оказалась в Мачекорске. Просто в трёх школах нужны были учителя срочно, вот, и поэтому прислали вызовы нам тем, кто учился, причём учителя русского языка и литературы, и нам прислали вызов. В противном случае я бы была или в Архангельске, в Котласе, в Архангельской области, куда меня намеревались отправить, или в Куза меня, куда меня уговаривали, потому что там полярные надбавки платят. Вот, ну вот так получилось, что мы оказались в Мачекорске. Наш сегодняшний гость – Хармейский цитер городского центра культуры, руководитель народного самодеятельного коллектива ансамбля русской песни «Талица» Вера Евгеньевна Шнайдера. Здравствуйте, Вера Евгеньевна. От себя хочу добавить, чтобы, кроме того, что руководитель народного самодеятельного коллектива, вы ещё наш постоянный читатель и участник многих мероприятий. Спасибо вам за это большое. Вот сразу такой вопрос, конкретный и прямой. Почему именно Мурманск? Может быть, это семейная традиция? Как получилось, что именно музыкальное образование? Вот расскажите немного об этом. Ну, конечно, это был случайный выбор, поскольку я все школьные годы болела математикой, как мне странно окажется. И все мои планы были учиться в техническом музе, естественно, в Санкт-Петербург. И, в общем-то, после окончания школы я поступала в Санкт-Петербургский политехнический институт на физико-механический факультет. Музыка, это, скажем, было хобби, как всякую приличную девочку меня учили в музыкальной школе, для общего развития, скажем так. Но на физтех я не поступила, потому что конкурс был тогда сумасшедший, было в основном все мальчишки, и, естественно, я по конкурсу не прошла. Но поскольку родители... Простроились? Конечно, я расстроилась, потому что я готовилась и хотела поступить. Но родители сказали, что коль ты не поступила, давай продолжай то, что ты умеешь. Ну и так у меня училась подруга, и она меня, в общем-то, и звала. Я поступила на дежурское хоровое отделение, там где училась моя подруга, и благополучно закончила в 74-м году, и в музыкальном училище. И вернулась, естественно... А размышления были? У меня не было выбора, потому что я в музыкальном училище вышла замуж, и уже на последнем курсе я ждала ребенка. Поэтому по распределению конкретно Мончегорск попала, даже немножко тут поработала чуть-чуть. Но потом родила ребенка, и так мы здесь как бы укоренились. Хотя у нас не было здесь ни родственников, я сама из города Кировска, Мурманской области. Ну, в принципе, по российским понятиям это все рядышком, да, это малая родина. Нет, уже с 40 с лишним лет я живу в Мончегорске. И не жалею, город мне сразу понравился. Мы приехали с мужем осенью, это как раз было такой же бабье лето, сентябрь, листья все желтые, багряные, очень красиво. Мне очень понравился город. Мы здесь остались. Всю жизнь прожили в Мурманске ваши дети и внуки? Всю жизнь я прожила в Мончегорске. Да, здесь родились мои дети. Дочка, правда, уехала в Петрозаводск, но она, поскольку девушка, она пошла замужем, она там училась и осталась там, но у нас был такой взаимный обмен, моя невестка из Петрозаводска, где она жила, переехала сюда в Мончегорск, так что все нормально. Спасибо большое. А вот были ли трудности, вот молодой специалист, маленький ребенок, с чем вот столкнулись, какие-то может быть проблемы, я хочу даже сказать не о каких-то материальных, а вот может психологические какие-то. Вы знаете, мне всегда приходилось осваивать что-то новое, и я всегда старалась в это войти прям максимально, прям полностью, да. Я, поскольку у меня был маленький ребенок, то с садами было трудно тогда, вот. Я, естественно, пошла в детский сад за своим ребенком, музыкальным руководителем, вот. Проработала я там очень много, больше 20 лет, около 30 лет, скажем так. Вот. Освоила эту профессию, получила высшую категорию, мне нравилось работать с детьми. Я видела результаты. Многие мои ученики в дальнейшем реализовали себя как творческие работники, в частности, если вы знаете, Вячеслав Зяков, который здесь много лет был ведущим, это один из моих последовательников. Вот, поэтому все было хорошо. Как-то удачно сложилась профессиональная вот судьба, да? Ну, а потом как-то так, ну, получилось тоже случайно, когда, значит, Лариса Керута, здесь была работа в Ударце Культура, она пригласила меня, ну, тогда по разным причинам. Я перешла работать в Ударце Культуры, сначала работала у Дмитрия Тамара Александровна этим паниатором. Ну, а потом, значит, вот так мне повезло, скажем так, что я стала к этому ансамблю русской писанкалицы. Ну, вот сейчас такая общероссийская, пожалуй, проблема из маленьких провинциальных городов, отток молодежи талантливой, не очень талантливой, просто желающие расширить свои возможности в большие города, не обязательно мегаполисы, просто уезжают. Вот, как, на Ваш взгляд, что можно посоветовать молодым специалистам, которые вернулись в вот такие городки, как наш, ну, Манчегорск, и как им здесь самореализоваться и быть самодостаточным, самоуспешным? Ну, знаете, вот, как говорится, житие определяет сознание, да, раньше были романтики, которые ехали на Целину, там, на Бам, сейчас едут за хорошей жизнью большие города, Петер, Москву, считаю, что там действительно лучше, да, конечно, там лучше в каком, может быть, в реализации своих творческих каких-то планов, но если человек самодостаточный, он может реализовать себя буквально на любом месте, вот, главное иметь желание. И мне, знаете, вот, мне кажется, вот, большая ошибка и сейчас тремится всем большие города. Москва не резиновая, да, все равно там места всем не хватит. И там человек, мне кажется, даже теряется, он не может вот так, ну, бытовые проблемы, сейчас все это, очень много надо денег, чтобы жить большим, просто тяжело. Это вопрос-то большие. Во-первых, там огромная трата времени на те же дороги, чтобы как-то вот обеспечить свой быт и все прочее, вот. А в маленьком городе ты, пожалуйста, у тебя масса времени, чтобы себя реализовать и работать с полной отдачей. Мне, вы знаете, вот мы несколько лет назад были в Норвегии с своим коллективом и общались, значит, с представителями там, от норвежской дома, и мне понравилось, они рассказывали, что у них есть целая программа, когда буквально от школы ребенку дает возможность вернуться в родной город. То есть есть целая программа, которая там оплачивает учебу, дает потом все... Да, 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 и оплачивает потом там квартиру, жилье, там, я не знаю, там какие-то социальные такие вот есть поддержки, что выгодно вернуться в свой родной город. Вот я думаю, что вот нам тоже было неплохо, чтобы было стремление... Потому что наши разговоры и аргументы родителей это из момента, конечно, окружающие... Все-таки дети давно были заинтересованы вернуться сюда. Это нужно стараться. А еще государство, в том числе... Сегодня наш гость, Русява Полина Олеговна, она училась в городе Мурманск и получила там два образования. Полина, скажите, пожалуйста, где вы учились и какое образование получили? Я училась в Мурманском педагогическом колледже. После окончания я поступила в педагогический университет. А после университета кто вы по специальности? Педагог-дефектолог. Хорошо. А почему вы выбрали именно город Мурманск? Ведь множество молодежи хочет уехать за пределы нашей области. Я с детства мечтала стать педагогом и знала, что данную профессию я могу получить именно в Мурманске. Ехать в другие города просто не видела смысла. Хорошо. А почему тогда вернулись? Как сложилась ваша судьба? Ведь наверняка вам в Мурманске предлагали дальнейшее трудоустройство после окончания университета. Да, трудоустроиться предлагали. Но меня тянуло к близким и к родным, в любимый город. И я вернулась. Замечательно. Скажите, а вам удалось тогда самореализоваться в нашем городе? Да, конечно. Я сейчас работаю в детском саду по специальности с маленькими детками. Мне очень нравится. Замечательно. И последний вопрос. Не пожалели ли вы, что учились именно в Мурманске? Нет, ни в коем случае не пожалела. Мой университет дал мне достойное образование. Я себя уверенно чувствую на рабочем месте. Спасибо, Полина, что вы нас посетили. Спасибо вам за ответ. И до свидания. До свидания. Продолжение следует...